Следующий бой ожидается, да, по поводу будущего. У тебя сейчас контракт с Fight Night подошел к завершению. Отработал не один бой, несколько... Пять боев, да. Пять боев, цифра приличная. Дальше, какие варианты рассматриваются, где Алексея Кудина сможем увидеть? Ну, есть несколько вариантов, развитие событий, конечно, и на российском промоушене варианты, и варианты на японском промоушене, и также варианты на американском. Ну, как бы, есть предложение, есть. И мы закинули свое предложение, и нам уже прислали предложение некоторой организации. Насколько японцы возвращаются? Все помнят про это, но насколько сейчас... Ну, сейчас там Ризин, да, Ризин начинает возвращаться и набирает такие хорошие обороты. То есть скоро японцы очередную продадут систему американцам, чтобы те немножко успокоились, и еще UFC, разумеется. Но, в общем-то, смотрим на следующих участников. И это ребята весовой категории до 66. Большая разница в возрасте, 23-30, но для ММА, разумеется, не является ни в коем разе никакой проблемой и трудностью. В красном углу боец, который впервые проведет на профринге, в профессиональном ММА, свою первую попытку предпринят Александр Ковалев. Ну, и, соответственно, его абонент является более опытный по возрасту, но, опять-таки, по профессиональным выступлениям тоже дебютный для него ожидается сегодня выход в клетку Петра Солдатенко. Петра Солдатенко – Белорус! Вспомнишь ли свой первый дебютный выход в клетку в ринг? Это было в ММА, это было в ММА, это был 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 в ММА. Это было очень давно. Это было в клетке давно, и это еще можно было драться голыми руками. Первый бой я играл с перчатками, второй бой я игрался с голыми руками, без перчаток. Мне тогда было 17 лет еще. А какие в первом бою тренеров могут быть рекомендации, на что обращать внимание? Понятно, многочисленные разы все отработано на тренировках, все это набито синяками, шишками и ссадинами, но вот ты выходишь и все-таки в определенной степени сказывается. Одно дело при своих ребятах в зале, другое дело вот здесь, когда уже на тебя зрители смотрят. Непосредственно, конечно. В зале ты можешь сделать одну работу, ты можешь выходить, всех разрывать, показывать чудеса, да, работает. А когда выходишь в клетку, может наступить большой стопок и не покажешь ничего. Либо наоборот, пока же такой класс, что все будут, потому что такой взял свой талант. Это же психология, главное себя в бороться и переломать свой страх. Конором Макгрегором за один бой никто не станет. Не станешь. Димитант Александр Голлев. В синем углу, в синем углу, в синем углу, в синем углу, в синем углу. В синем углу, в синем углу, в синем углу, в синем углу. Известно два русского, наша аудитория узнала. Ваня серьезно настроен. И все это отражается на сопровождении этого вечера ММА. Напоминание о правилах. Ну и дебютный поединок и у Ковалева, и у Солдатенко. Первый раунд. Для дебюта 30 лет. Ой, сразу же такой удар. Да. Оно всегда, когда выступают дебютанты, первый раз либо там один-два боя провели. И еще такие эмоции. Всегда многие дерутся на эмоциях. Еще такой сумбур, кипиш у них. Такое непонятное сечение. Многие еще не пропускали тяжелых ударов. Поэтому не знают, что такое. И лезут вперед. Петр пытается инициативу брать на себя. И уже в который раз был предпринят у него проход в ноги. В этот раз более удачно. Правда, положение, которое он в итоге заполучил, мягко сказать, не самое выгодное. Но уходит на очень непростой прием. И посмотрите, сейчас он с обмишиным пытается взять первую победу в своей карьере. Хорошо прижал оппонента. Держит его голову, фиксирует ноги. Здесь опасное положение. Может взять его на удышение. Александр Ковалев полностью прижат. У него бездействуют руки. Он ничего не предпринимает, не может предпринять. Но еще немного он выйдет из этого сложного положения. Хорошо Солдатенко держит ногой соперника. Причем работают обе ноги. Вот вроде и дебютант, но видно, что отработаны такие приемчики. Взял, хорошо взял. Сейчас ему стоит выдавить руку. Забросить ногу на треугольник, я думаю, что тогда все будет кончено в этом бою. Попытался Александр Ковалев приподнять соперника и как-то сокрушить на канвас, чтобы немного расслабить хватку. Говоря про Александра Ковалева, я знаю, что он к этому бою готовился в Академии МА. И он тренировался вместе с одним бойцами, как Вадим Кути, как Михаил Одинцов сперринговал, стоял в парах. И с ним они его натаскивали к этому бою. Помогали. Я их сам видел. И это очень серьезно. Он очень такой волевой парень с большой перспективой. Ну и вот заканчивается все и в этом бою досрочно. Вот рассвещение, видим рассвещение. Солдатенко. В первом раунде. И вот здесь вопрос, что не получилось у Петра. Он так здорово своего соперника обхватил. Не хватило опыта, навыков? Надо сказать сегодня навыков, цепкости и хватки не хватило такой волевой. А мы смотрим, что Александр Коварев, он такой прям заряд до сих пор стоит заряженный на бой. Потому что он к этому бою я видел, как-то перерывался. У него были две тренировки в день. Он приходил в зал. Он постоянно работал с лучшими. Он просился, наверное, постоять с Вадимом, с Михаилом. Он не хотел стоять середняками, а хотел стоять с лучшими. Он сам говорил, что я хочу с вами, чтобы меня поднял. Потому что я подошел к Вадиму и говорю, что ты с Александром стоишь в паре. Он сам подошел, просил, чтобы я его потаскал. Смотрим повторы. И здесь пытался Петр предпринять какую-то систему по спасению. Пропустил мощный удар в нос. И в дальнейшем, это, кстати, сразу же первые буквально секунды этого боя. В дальнейшем Петр Добинин. Два дебютанта и Александр Ковалев отопился в своем первом профессиональном бою победы. Одерживает поэст из красного благотогона Александр Ковалев! У него клетка сегодня оказалась успешной, удачной. Петру быстрейшего восстановления. Неплохо он начинает, но потом пропустил два удара, которые его выдали из коленец. Но в дальнейшем очень сложно собраться, особенно, когда соперник лезет давит. А когда выпускаешь такие мощные удары, как можно удержаться? Ну это опять-таки... Это опыт, я скажу, опыт. Из-за опыта скажу, что когда выпускаешь мощные удары, уже плывешь, здесь только на опыт по себе выезжаешь. А характер и опыт. Каких-то определенных методик там нету. Когда выпускается сильный удар, здесь только возвращающее значение играет опыт и твой характер. Ну, Петр, мы видели, он пытался именно в грэпплинге преуспеть сегодня. А вот это уже концовка, где начал Солдаценко много пропускать. Колено попало, рассеял грудь, кто-то ударил. А дальше доработал Ковалев, очень здорово. Но опять-таки мы понимаем, что это дебютные поединки и здесь у каждого определенные ступоры, как сказал Алексей, случались. Да, бывают ступоры встречаются. Не рано ли остановил рефери эту ситуацию? А если ты мне приедешь? А если ты мне приедешь? Брэпплинг Рупплинг Грэпплинг Рупплинг Продолжение следует...